Итак, всем доброе утро! ВЦГ китайская 2013 года Матч за третье место Сейчас начнется Ксикси против Теда За квоту Кто выигрывает, получает Путевку на гранд финал И сколько это там денег? Точно не в курсе А тот, кто вылетает, не получает Вообще ничего, даже утешительного шарика Для тех, кто в записи смотрит Вы не очень Надо было просыпаться в 7.30 И смотреть вместе со мной Итак, первая карта Тарта урок Андет против Ильфа Видели мы уже игры Теда Против Эльфа в группе Против Элеганта Там он заприл 2-0 его Довольно так Уверенно Хотя одной игру проигрывал Вначале Ну хорошо сыграл А вот Сикси против Андетов На этом турнире не играл Поэтому будет интересно посмотреть Довольно стандартный билд От Теда Сразу трион здания поставил Это алтарь, склеп и зекурат Немножко поздно Акалитов начал строить Но это так Он это в такая фишка Против Ильфа Еще я помню Тед против Элеганта Делал 2 барака Насчет этого Сейчас посмотрим Будет ли он пушить С двумя бараками Ну а хи-хи Демон Хантер Кстати он Отреспаунился На точке Где можно было поставить барак На оранжевой точке Рядом с ограми и троллями Но он не стал рисковать И ставить там Потому что все таки Играет против Фандеда Против Фандеда Барак на мэне обязательно Потому что всегда могут Гули прийти и поджать Так здесь уже арча Выкапывается Барак Начинается криппинг Хонечка О варденка Ладно Что то я не посмотрел Алтарь Я думал там демон Хантер был Варденка это очень интересно По опыту скажу Что на Тартл Рок Варденочка Не так сильно Против Фандеда Потому что здесь Третий уровень Будет сложно получить А третий уровень Очень важен Тед почему то Сразу качнул ауру Даже не посмотрев Какой там герой будет Просто увидев варденку Можно было бы и качнуть Койл Потому что монобернов Не будет от варденки Или может просто По его страти Он всегда ауру качает Не в зависимости от героя Ну не знаю Так Второй барак Второго барака У Теда нету Два зигурата поставил Сейчас будет Тайр 2 Не бойся Два барака Пушит Да Т2 И гули Пять гулей Берется А Кси-Кси Здесь хочет напрячь Прибегает на базу Кондеда Здесь Сейчас минус висп будет Нет Улетает висп Кайла нету Поэтому Улетел Так начинается Крепинг от Теда Кинжал сразу В Деск Найда кидает Почему то Странно Мог бы Попробовать Черепаху допить С кинжала Решил Деск Найда тыкать Здесь вид Которого Которого не убили Прилетел Задиспелил Как ману Варденке Так Ой И окружили Варденку Это минус Варденка Любый минус Телепорт Ой А Даста Почему не заюсал Тед Ну вы видели Как то Каким то образом Гулями поджал Тед Варденку Она По сути Уже умирала Если бы он Даст нажал Он не стал Нажимать И когда она Заходилась Она просто Тупо Выбежала Потому что Деск Найд Отбежал Но Тед Пользуется Временем И сразу Начинает Крепить Черепах Кси-кси Банально И банально Выбежала И пофиг На то Что Кинжалы Кидались Но Сиси Все равно Хочется Затыкать Деск Найда Выбить Поушин Чтобы потом Его не было Звук Что то У них Лагает Как обычно Но нам Звук Не важен О Не достал Кинжал Можно попытаться С блинка Кинжал Кинуть И заставить Все таки Этот поушин Выбить Потому что Лучше сейчас Он его потратит Чем потом Еще один Кинжал Ну Деск Найд На ауре Неплохо Хилиться Вот да Поушин Выбивает Все И варденочку Окружает Вот сразу Сейчас даст Сдел Но там уже Блинк Есть Еще один Кинжал Кстати сейчас Может Тед Нагу Купить И пойти Попушить Пропушить Запушить Как вам еще И рассказать Так здесь Тайер 2 Закончился Очень быстро Тайер 3 От Сикси Ой куда ж арчи Ты бегут И минус арча Неприятно Еще может быть Минус арча Тед контролит Булькой влочит Минус 2 арчи И Деск Найт Уже очень близок К третьему уровню Из-за халявной точки Там Лич уже бежит Пока что Ксикси не берет Второго героя Соло варденко Возможно Соло варденко Сейчас будет Коилнова Нет пока что Не тратят Так здесь протектор Делает Сикси Да он походу Делал собрался Играть фаст медведей С одним героем Причем у него Арчей уже почти нет Он слил там Двух штучек А тут Чинды Чинды идут Оттеда Ой Как то он спалил варденку Или он видел Что она здесь Захайдивалась Коилнову сделал И пришлось варденке Убежать Нет Начинает Ксикси Сдриад Я думаю Это очень Самые фаст мишки Будут Но Оттеда базу Нам пока что Не показывает И неизвестно Что там вообще У него на базе Ксикси Не выкладывает Перчатки Блин Ну на лане То можно было бы И поконтролить Странно Так И Тед Не крепится И просто стоит В центре карты Финдок строит Наверное Там еще возможно Сейчас филешка Первая приедет Пытается снести барак Но уже первые дрядки Есть И сейчас будут Гули Сштрафоваться Если там Койл кидается Под бараком Неудобно сражаться Поэтому отступает Второй финд Ну и возможно Тед ждет Тайер 3 Чтобы купить Арбу И уже потом Как-то сражаться Ну и Секси Также ждет Тайер 3 Медведи Арбу И все такое Правда я Что-то уж Больно Сомневаюсь В его правильности Страты Через одну Варденку Учитывая что Она до сих пор Не третий уровня Я в начале игры Это сказал Что карта такая Третий уровень Будет сложно получить После закрепленных Двух точек Остались Все жирные И Беспаливая Закрепить Сложновато Хотя вот это Получилось Да Тайер 3 Закончился Сразу Апгрейд Магистров Идет После первой Тележечки Уже Арба Улича И сейчас Не стоит Сражаться Ксикси Нужно ждать Еще одно Арчу Подрезает Ну Арчу Арчу Арбу Купил Став Должен Еще быть Так Показывает Нам Грейд Уже Закончился Потому что Пошли Там На Болиш Грейд Что-то Выпало Дескнайду Не показали Ну скорее Все Какой-то Бесполезный Итем Потому что Он Сразу Продал Сикси Здесь Забегает Под Реджув Кидает Непонятный Кинжал В одну Гулю Закрепился Но до сих пор Третьего уровня Нет А там Дескнайд Уже Третий И лич Почти Второй Еще Один Блин Два Кинжала В Гулю Кину И не Убил Я не Знаю В чем Смысл 150 Маны Так Здесь 50 Лимита Уже У Теда И делается Заккуратно 60 Еще Дарк Рейнджер Куб Укупает Да Чувствую Сейчас Тед В определенный Момент Нападет На базу Ильфа Отбиваться Сикси Вообще Нечем У него Только Армия А герой Это Очень Слабый И снова Ему Не дает Забрать Гулю Потому что Второй Варден Без Ножей Без Без Кинжалов Второго Уровня Как Отбиваться Тед Копит Армию Элементы У них Равные Снова Никто Не Хочет Нападать На Сам Деле Тед Теду Можно Давить Я думаю Он ждет Скорее всего Апгрейды На Дестро Который Уже Должен Был Закончиться И Возможно Вторую Тележку Чтобы Вызвать Сразу Одного Дестро Расмана Вот он Еще Гулей С базы Берет И Черепаш Кажется Тед Тед Ведет Не знаю сколько лимит, но там 60 где-то Сейчас будут подняты дестройеры Нет, пока что не поднимает, барак не убил И в спаме не ничем, не барак Занимает более удачную позицию ТЭТ Опять чего-то он ждет А, у него зекурата нет, наш Вот сейчас достроился зекурат на 70 лимита И будут подняты дестройеры, нет? Все жду, когда дестройер поднимет Перестраивается кси-кси тоже получше Барак начинает фокусить, там протектор стреляет Третий уровень получает на гуле кси-кси Наконец-то хоть второй нож будет Вот поднимается первый дестройер, высасывается мана И сейчас будет на лом 2 дестройера Лимит 61 на 60 Сало кинули А став не купил, сейчас первый мишка фокусится Но отступает, второго мишку фокусят Скайла добивает, минус 2 Михаила Барденочка там в замесе Свиток, Свиток от Андеда Еще один Михаил убивается снова Кайлом подхиливает дестройера Уже минус 3 Михаила и четвертый фокусится Гули все разлетелись, но остались еще финды и дестройеры с маной Еще минус, нет, Михаил отступает Там много дрядок, дрядки начинают вкусить дестров Четвертая варденка и отбивается, кажется, кси-кси Все финды дохлые Есть ли мана у ДК? Кажется, мана у ДК кончилась Еще минус, сразу два финда И остаются только герои в Андедой Хотя нет, здесь еще дестройер Мишку подрезал Пытается зафокусить Дарк Рейнджерку Дарк Рейнджерку кайлят Последний Михаил отступает Пытается захилить в колодцах Есть еще колодец большой Там инвул передали Дарк Рейнджерке Дестройер прилетел Лич хорошо раздает подрядом И снова дрядку подхилил Сколько же там кайлов-то? Очень много кайлов-героев летело Варденке тоже мана Бесконечный сейчас Дарк Рейнджерка может умереть Койл летит Койл успевает И все, больше нет кайлов Нужно возможно сейчас телепорт передавать Личу Потому что его будут вкусить Но маны нету на кинжал Пытается заблочить Передается большой пошли на 500 хитов Не стал инвул тратить Михаилов угусят Стафа нету Риджув Но Риджув сейчас будет диспелиться Промах диспелл И Дестройер отдает И почти пятая варденка Блин, как хихи отбиваются Очень жестко Тут Абум первый И всех финдов потерял Тед Я не знаю Он растерялся немножко Инвул есть у Лича Риджув Риджув Сразу на варденочку А Дестройер Последний умер Лич Инвул Гуля подходит В базу Еще тут мишки подходят Еще Риджувы есть И гонит Гонит эльф Дрядки Ой, сейчас в Лича Койл Койл хорош Варденка почти пятый Еще гули с базы подходят Те, которые добывали лес Еще Риджувы Нужен срочно Дестройера поднимать Нет, не поднимает Дестройера И варденку очень много демоша Поглотила и минус Абум Пятая варденка сейчас будет Нет, добил, добил своего Абума Лич И отступает Ксикси У него 58 лимита У Теда 44 Да 44 Блин, жесткая игра Может игроки еще не сильно расклекались Но они уже Тащат Особенно Ксикси Из такой ситуации Со второй Варденкой Оббился И мишки-то строятся И строятся И без экспанда Эльф играет И хорошо играет Неожиданно для меня На десяточку лимита больше Сейчас будет Ксикси пробовать Красную точку крепить Но Теда Рядом, рядом Нельзя так рисковать Ксикси сейчас Ой, он кажется Сагрил крипов Но они далеко не побегут Варденочка сразу с блинка влетает Влетает Там Дестройеры подняты Мишки Мишку сразу одного минусует Тык в Дескнайта Возможно это ошибка Но здесь мишки разбирают финдов Пятый Пятая Пятая Варденка У ДК ничего нет ДК покупает Телепортируется на базу Минус Дестройер И Кинжал в лича И Варденочка Все Блин Жесть Ксикси 1-0 Да Вот это имба Ильфы 1-0 И Чемпион ВЦГ 2012 года По версии По версии Короче Тед чемпион ВЦГ 2012 года Может не поехать На это самое ВЦГ 2013 1-0 В пользу Ксикси Ждем вторую игру Здесь пиамное лицо Дисбаланс Да Ребят Дисбаланс Эльф имба На самом деле Вы помните Да Вот этот Первый Первый замес Когда Тед Напал Со своим Третьим Дескнайдом Там еще Лич у него Второй Первая Дарквенджерка Было Много Мишек Но Там просто Скоил Новый Сдохло Наверное Четыре Мишки И у Ксикси Не было Став Он вообще Их не спасал И из такой ситуации Ксикси Вырулил Тамгули Затанчили Михаилов Остались Финды Я не знаю Каким образом Видимо Очень сильно Колодцы Решили Было Много Колодцев И они Решили Потому что Варденко Постоянно Пила Ману И закидывал Кинжалами Хотя Там Столько Кайлов Тоже Было Не знаю Жестко На самом деле Еще Кстати Не стал Тед Херакилить Варденочку Потому что У ней Не было Инволов Но она Была На базе Под колодцами И он Решил Как бы Убивать Смотрите Кстати Там Кто-то Фейк Сикси Создал Ох Эти Китайские Фанаты Они Делают Все Чтобы Хоть Как-то Засветиться На WCG Фух Вот Какой был Свиток лечений Банка Маны Ну да Я знаю Там был Причем Свиток Отчитанул Дескнайт Когда У него Финды Помирали Он На гулях Не стал Тратить Свиток И гули Достаточно Быстро Умерли А банка Мана Потом Заюзал Поэтому Много Кайлов И было 1-0 В пользу Ксикси Теду Нужно Собраться Вторая Карта Эхо Острова Эхо Ладно Ребят Не будем Спорить О балансе О 8 Утра Просто Наслаждаемся С игрой Но Эльф Имба Так Смотрим Тед Не изменяет Своему Билду Тот же Самый Правда Он Зюкрат По моему Попозже Сейчас Ставит Да Кажется Зюкрат Будет Позже Сразу Сделан Всех Акалитов Только После Этого Будет Так Зюкрат И Посмотрим Сейчас Что Будет Аксикси Кажется Он Делает Героя Из Таверны Потому Что Колодец Рядом С Крипами И Обычно Так Играет С Героем Из Таверны Возможно Это Дарк Рейнджер Либо Бисс Мастер Либо Ну Панда Самый Крайний Случай Панда Против Андедов Летко Играет Первым Героем Самый Удобный Герой Тарк Рейнджер На Этой Картине Ну И Бисс Мастер Еще Какой Крайний Да Это Герои Ставерна Сразу Понятно Акалитно Разведочке Вот Это Сейчас Не будет Имбо Варден Второго уровня Второго уровня На нас Замесе Третье Конечно Получило Так Тед Увидел Увидел Что делает Эльф И сразу Берет Гулей Нет Гули Вернулись Мне показалось Что он сразу Пойдет Рашить Так Сказать Привет Всем Кто Проснулся Тем Кто Записи Смотрит Тоже Привет Так Делаются Арчи Но Тут Все По Стандарту Зачем То Датар Кринеш Кринеш И Подлак У Небольшой Да Что-то Даже Я бы сказал Небольшой Небольшой Подлак И Рассинхрон По звуку Аколита По звуку Уже Давно Убили Так И сейчас Он умер Берутся Сразу Голи У Теда Он Бежит Сюда Ой Надо Наверное Перезагрузить Стрим Потому Что Рассинхрон По звуку Неприятный Так Давайте Быстенько Перезагрузим Потому Что Рассинхрон По звуку Будет Сильно Отвлекать Так Все Загрузили Делаем Чуть потише Не У них Что-то Какие-то Проблемы Со звуком Так Здесь Голи Пытаются Даркенджерку Сожрать Внаглую Почему-то Ксикси Убежал От своих Единственных Колодцев Которые Рядом С Криппингом Так Здесь Висп Висп Минус Там Скелетик Не задиспелился Но это Скелетик Ксикси Второй Барак Ксикси Кажется Там Два Барака От Теда Я Не знаю Скорее Все Два Барака У Теда Поэтому Он Хочет Зарашить Его Прямо Он Очень Много Гулей Сикси Контроллер Койл Качнул Тед Да Два Барака Теда Волынчик Идет Ну как Это Не Ален Он Хочет Очень Жестко Запушить Льфа Пока Что У него Это Получается Плюс На Теда Играет То Что Колодцы Стоят Внизу То Не Рядом С Базой И Приходится Туда Арчей Вводить Героев Снова Не Дает Второй Барак Подставить Еще Один Барак Рядом С Главной Базой Ставит И Минус Первая Гуля Кажется Будет Нет Гуля Гуля Спасается Дарк Рейнджер Квен Истегает Скелет Появляется Здесь Две Арчи Очень Битые Хилить Негде Еще Дарк Рейнджер Тут Встряла Там Еще Внизу Замес Из Гулей Вод Дарк Рейнджер Под Удар Но В нее Койл Не Кинуть Ходится Арчан Даст Не Успел Заюзать Здесь Гулей Потерял Вторая Дарк Рейнджер Чисто На Гулях А Гули Идут Идут С Двух Бараков И Отступают Раненькие О Смотрите Что Тед Качнул Понял Что Его Раш От Бараков И Вместо Сайланса Взял Высасывание Жизни Что Правильно Потому Что Дарк Рейнджер Битая Довольно И Отменяет Барак Третий У него Два Барака Есть И Кажется У Теда Проваливается Его Пуш Он Отступает Не Наубивал Он Особо Ничего Кайлон Спасает Отступаешь Мало Он Всего Убил И Сейчас Будет ТР2 И Но Леса Нет Из Того Что Он Всех Гулей Брал В Атаку Леса Нет А Ксикси Спокойно Делает ТР2 Так Хотя Гулей Тут Все Здесь Еще Многовато Но Ксикси Грамотно Контролит Постоянно Отступает Не Дает Себя Окружить Хотя Вот Сейчас Даркенжико Был Момент И Еще Можут Мог Это Окружить Даркенжико Время Потерял Одну Гулю Еще Сейчас Гулю Возможно Потеряет Очень Большой Дэмэдж Арчей Много 6 Арчей Люс Даркенжико Со Стрелами Да И Вот Эта Печаль Он Может Сейчас 2-0 Проиграть Потому Что Он Уже Позади У Него ТР2 Только Начался Своим Своим Пушем Он Ничего Не Добился Ну Как Добился Того Что Эльф Не Крепился Но Эльф Прокрепился На Гулях На Андейде Так Что Я Б Сказал Сейчас Вот Это Реальная Проблема Эльф Может Сейчас Наглую Крепить Вот Эту Точку Потому Что Кайлов Нет У ДК Если Даже И Будет То Только Один Хотя Гули Тут Рядом Тоже Тед Понимает Что Гулей На Базу Отправлять Не Вариант Ну Посмотрите Сколько Здесь Арчей 8 Арчей Это Очень Много Больше Чем Гулей Который Сейчас Сходит Ставится Кладбище А тут Уже Почти ТР2 Закончен Hunter's Hall Еще Крепится Кси-кси Ну С Таким Количеством Арчей Можно Внаглую Крепить Сейчас Их Наглую Крепит Лагерь Наемников Но Пока Не Крепится Так Здесь Еще Закураты Гулей Много На самом Деле У Теда Без Френзи Сейчас Они Бесполезны Потому Что Ну Не Вариант Так О Кажется Экспан Закладывает Сик-си Вот Внизу Слева От Экспанда Там Большая Точка Это Древо Жизни Второй Лайл На скелетике Получает Тед Наконец-то У него Теперь Есть Аура И он Может Нормально Передвигаться Кси-кси Понял Что Не дадут Ему Закрепить Лагерь Наемников Крепят Зелененькую Точку Чтобы получить Третью Тархенджерку Там Подрезали Виспа Хотели Колодец Брить Но Не Получилось У Теда И нужно Спалить Этот Экспанд Теду Потому Что Если Сейчас Его Сбрить Будет Меньше Меньше Проблем Третья Тархенджерка Ставится Отрядница И Возможно Панду Сейчас Купят Ну Должен Панду Покупать Скайла Убивает Одну Арчу Блин Ну Тед Попробуй Проверь Эту Точку Это Одна Из Самых Логичных Точек На Карте Где Ставят Эльфы Экспанд Макро Хату Точнее Нет Цц Ставят Летающих В общем Не смотрит Вот сейчас Должен Спалить Тед Ну День Ж Ты Увидел Экспанд Ну Покажите Нам Да Все Увидел Тед Увидел Экспанд Сейчас Снесет Должен Успеть Ксикси Бежит Да Покажите Нам Вы что Не Видите Что Тут Экспанд Строился Блин Комментаторы Валерии Просто Просто Валерии Так Сикси Крипят Поход Делал На пофиг Будет Ставить Экспанд Уже На шахте Нет Пока Что Не Ставят И Панду Почему То Не Купил Ксикси Может Он Решил Все Игры Соло Героем Играть Ну Дарк Энджер Это Конечно Тоже Соло Герой Может Быть Хорош Но Не Так Как Варденко Потому Что Варденко На шестом Уровне Да И на пятом Она Разносит Армию Так Лич Уже Вот это В заказе Он Быстрый ТР3 Делает Ему Нужно Дождаться Френзи Потому Что У него Очень Много Гулей Вот Тогда Панда Покупается Сикси Но Она Пока Что Первый Уровень Нужно Еще Качаться Есть Лагерь Наемников Есть Мурлоки На которых Панду До 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 Второго С Половиной Можно Качнуть Тут Первый Гаргуль Ой Гаргуль Могут Сейчас Подрезать Нет Дрядка Убегает Закончилась Сетка На Гаргуль Сетку Кинули Там Ксикси Пытался Закрепить Магазин Но Гаргуль Прилетели Кажется Это Я даже Не знаю Гарг Он Будет Масить Или Он Просто Сделал Чисто Для Вито Потому Что Мне Мне Показалось Ну просто Их нужно Было Давно Уже Масить А не Сейчас Так Пока Что На Т2 Ксикси Это Будет Чисто Дрядки Окажется Без Мишек И Экспант Он Ставит Делает Ставку На Свою Прокачанную Нарканзерку Здесь Виспы Кстати Харасятся Ксикси Не Контролит Но Экспанту Не Ставится Закрепил Панду Чуть Чуть ТР3 Должен Уже Закончиться Вот Эта Френзи Думаю В заказе Сейчас Арбук О да Френзи В заказе Сразу Еще Стонформу Делает Апгрейд На Дестройеров Правда Здесь Сейчас Гаргули Сдохнет Отрядки Минус Гарга Я не знаю Зачем Он Все Гаргули Строит По Моему Был Логичнее Финдов Переходить Но Ему Виднеет Теда Виднеет Я Все Так Не Андет Поэтому Как Против Льфа Лучше Играть Не знаю Так Панду Крипит Очень Много Гулей Очень Много Наркоманов Которые Которые Бегут Очень Гулей Много Гулей И Три Гаргули Пытается Дарк Ренджерку Окружить И кажется Будет Под Новый Под Новый Хочет Окружить Дарк Ренджерку И окружает Но есть Телепорт Ну Хотя бы Потратил Телепорт Но Здесь Панда В это Время Получила Третье Уровня И Можно Дыхание Кинуть Почему Не кинул Дыхание Панда Я не понимаю Потому что Гули Были бы Продемажены Здесь Уже Протектор Барак И И Икспанд Строятся Наваливается На Икспанд Но Теда Армия Состоит Только Из Гулей А Там Панда Третьего Уровня Даже Если Есть Два Свитка Не факт Что Их Хватит Против Панды У которой Еще Дополнительно 150 Мана И Баночка Маны 420 Мана Налетает Тед Хорошее Дыхание Сразу Несколько Гулей Умирает Свиточек Наваливается Гулями Но Еще Там Парочку Гаргулей Стреляет Лич Получает Уровень Парочка Дриад Минусуется Ждем Следующего Дыхания Тубуретка Куда-то Заехала И сдохла Снова Там А свиток Есть Еще Нужен Еще Свиток У Теда Кажется Нету Свитка Больше Сейчас Все Гули Отдадутся Ксикси Еще Покупает Троля Берсеркер И Все Это Минус Тед Все Гули Развалились Остались Только Два Героя Нет Телепорта Ребят Тед Вылетает Из Турнира Два Ноль Ксикси Вот Это Поворот Чемпион ВЦГ Не Поедет На ВЦГ Какой-то Проходный Состав От Китая Будет Если Честно Ну На Первый Взгляд Комментаторы Походу Дел Тоже В Шоке Да Уж Сикси 2-0 Теда Запрел Но Если Честно Если В первой Игре Все Было По Страте У Теда Окей То Вот В Этой Игре Тед Делал Какую-то Хренотню Выражаясь Таким Языком Потому Что Он Вначале Ничего Не Добился Своими Гулями И Потом На Масло Гулей Сделал 3 4 Гаргули Наломился На Третью Панду С Кучей Маны С Одним Свитком И Ничего Не Добился Ну Что Ж Ребят На Этом Наверное Сейчас Прервемся Для Тех Кто Проснулся И Посмотрел В Лаве Вы Красавцы Вообще Для тех Кто Записи Будет смотреть Вы тоже Молодцы И Сегодня В час дня В 13.00 По Москве Будет Финал Элегант Против Против Тяж Подтягивайтесь На Него Я Анонс Обновлю Чтобы Никто Не Забыл Вот Ну А сейчас Нету Смысла Дальше Смотреть Потому Что Там На Главной Сцене Наверное Какой Небудь Вол Идет Или Еще Что Небудь Давайте На Всякий Случай Посмотрю Что Идет Сейчас Закончим Запись Я Сразу Залью Всего Лишь 36 Минут А Тут Танки Вообще Идут Ладно Все Заканчиваем Тогда Пойду Я Еще Поспорю Я Вроде Выспался Но Еще Посплю К Финалу Так Что Всем Спасибо Давайте До Часа